Всем привет, ребята! С вами распаковочка-упаковочки. На дворе у нас 21.06.2024. Это вторая часть. Не знаю, сколько их всего будет. Я надеюсь, наверное, всего две ролики у меня вот эти вот по поводу того, как я... Не знаю даже, как это до сих пор называется. Или это отравление парфюмом, да? Или это аллергия на парфюм. Но в любом случае что-то из этого, по крайней мере, плюс-минус. Вот. В первой части я объяснила, что там было. И здесь, может быть, дам какие-то еще пояснения. Но, в общем-то, расскажу, что со мной потом было. И так были вот эти вот странные проявления. Сложно, наверное, сейчас все это будет воспроизвести. Почему? Потому что уже многое из этих симптомов отошло. Чему я, конечно же, несказанно рада. Выпила я вчера одну таблеточку цитрина. Сегодня уже одну. Ну, то есть, эти таблеточки нужно пить. Там, по-моему, 10 миллиграмм идет в каждой таблеточке. Ее нужно, ну, по крайней мере, вот как взрослым, да, пить один раз в сутки. То есть, не более одной таблеточки. Хотя рука, конечно, тянется взять побольше, чем одну штучку. Я вам скажу честно. Итак, ладно. Как было дело? Вот мне было очень плохо, да, в тот день 20-го. То есть, вчера. У меня и как-то... Блин, я даже не знаю, как сказать. Ну, то есть, дошло до того, что я уже понимала, что мне со мной это не вывести. Я не знаю, что делать. Я, ну, как бы, я же не сразу поняла, да, что это от вот этого парфюма, это действие. В общем, а когда уже поняла, я такая думаю, что делать? Я проветривала, да, открыла окна на всю. То есть, не так вот, как чуть-чуть приоткрыть сверху. А именно справа налево, если вы меня понимаете. То есть, чтобы разворот был хороший, там, я не знаю, ну, не 90 градусов, но плюс-минус, конечно. Я понимала, что и это... Оно мне помогает, конечно, но не так, чтобы прям сильно. А вы понимаете, этот стоп, он пахнет этой Каролиной Эрерой. Я уже не могу ничего делать. Меня просто... Ну, даже не то, что воротит от этого запаха. Я просто его не могу на дух перенести. Я такая, господи, что же сделать, что же сделать? У меня просто вот так вот, знаете, я уже не хожу, а как будто бы летаю над пространством. У меня что-то спутанное сознание. Я вообще не понимаю, кто я, что я, где. Единственное, я понимаю, что меня тошнит от этой их Каролины Эреры. Точнее, даже не тошнит, а вот просто я такая, господи, куда бы уйти, чтобы не чувствовать этот ужасный запах. Он прекрасный запах, да. Ну, плюс-минус, я вам сказала, что, по-моему, он немножко того, этот запах. И, представляете, когда запах не чисто парфюма, да, а с ноткой чего-то уже как будто бы прокиснувшего. Она такая нотка-то небольшая, но она все-таки имелась. Знаете, это еще один звоночек, что нужно все вот эти вот парфюмы. Я, как бы вам, не знаю, там говорила или нет, я как раз-таки хотела это сделать, да, разобрать те, которые уже все крякнули парфюмы, те, которые остались хорошие. Но сейчас я поняла, что хорошие я буду распродавать, а плохие, конечно же, выкину в мусорку. То есть не будет такого, что у меня останется парфюм. Скорее всего, я вообще перестану им пользоваться. И еще до этого, помните, я читала статьи, которые говорили, что чем выше стоимость парфюма, чем он известнее, чем он, так сказать... Я так поняла, что чем более шлейф хорош у парфюма, тем он, в принципе, теоретически опасен. То есть я даже набрела на статью, где девочки писали, типа, а у вас не было как бы от того или иного парфюма, ну, недомогания какое-то. Так, и, я не знаю, там, ну, 10 человек точно написали, что, а у меня вот от, не знаю, как правильно произносится, Хермес или Эрмес. Ну, то есть достаточно популярные парфюмы, которые считаются прямо такими топовыми, скажем так. Я сейчас, конечно, не воспроизведу, какие там назывались, но там были прям, знаете, ну, эти парфюмы у всех на слуху, то есть марки эти. А именно об подобных марках и говорилось в другой статье, где упоминалось, что, наверное, наверное, они считаются такими стойкими, со шлейфом, потому что используют в своих формулах, да, те или иные свойства, которые могут, ну, действительно, как-то негативно повлиять на человека, и человек вот даже не будет об этом знать. Пользоваться и пользоваться, да, а потом хоп, и еще что-нибудь. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Мне, наверное, в этом плане больше повезло, чем остальным, потому что у меня нет таких дорогих парфюмов, называется. Ну, я даже не знаю, вот это вот Каролина Эрера, да, вообще-то оригинал или нет, но был куплен давно, и мне казалось, что он, с ним все ок, он вкусный всегда был, никаких, как сказать, непонятных примесей в составе. Я имею в виду, ну, вот именно на запах, да, не было, не ощущал я до какого-то момента икс. Я не знаю, что случилось, у меня многие парфюмы того, по-моему, то есть они лежали в темном помещении, на них не попадал солнечный свет, что с ними произошло, я не знаю. Называется, хорошо, что я хоть какими успела попользоваться, ну, так, знаете, ну, просто было бы очень горько осознавать то, что, блин, только купили, и он все. Ну, я имею в виду про парфюм. А теперь я уже не знаю, знаете, что хорошо и что плохо. Я просто расскажу вам ту историю, которая вот случилась 20-го числа. Просто, ребятки, будьте осторожнее при покупке того или иного парфюма. Ну, я бы вообще не советовала никому покупать парфюм, если честно. Потому что, видите, мы даже не знаем, какие исследования проводились, какие выводы были сделаны от того или иного исследования. Поэтому, да, вдруг это действительно настолько серьезно, что мы даже не предполагаем. Итак, понимая, что у меня состояние вообще не кокучее, ну, то есть я не понимала, куда мне деться проветривать, я проветривала. Этот стол все равно пах, понятное дело. У меня была такая, знаете, мыслишка, думаю, а может быть протереть его еще раз влажными салфетками. И, а потом я думала, ну, если я протру, а толку-то, толку-то, что я все вот это вот терпела, то, что я от щербета пыталась вот этот вот аромат как бы, да, аромат на аромат наносить слоями, то есть после влажной уборки нанести еще парфюм. Ну, то есть, получается, толку от этого не будет, потому что я все сейчас этими влажными салфетками смою. И я такая думаю, нет, не буду я этого делать, я просто позвоню в скорую. Если меня увезут на скорую, я как бы Стасу все позвоню. Хотя он сказал, да не надо скорую, ты чего, типа, ты дыши, типа, выйди на балкон подыши, все будет хорошо, вдох-выдох. Я говорю, ты понимаешь, как бы, ну да, да, я еще раз попробую вот это вот все, но не факт, что это мне все поможет. Вот я себя как-то вообще не особо чувствую. Я уже, знаете, плакалась уже подружкам, голосовые записывала, я говорю, девочки, если есть возможность, я даже прочитать статью не могу, ну вот вбить в поисковик. Настолько мне вот очень плохо. Я еще раз извиняюсь, но мне просто, я не знала, кому я вот Стасу позвонила, да, и подружкам написала. Девочки, я уж извиняюсь, но просто у меня было состояние такое, знаете, а-ля при смерти, мне страшно было. Я же еще не сказала, наверное, но у меня тремор какой-то был. У меня и горячая голова была, и спутанность сознания, какое-то все, ну не то, что туманное, но у меня еще, знаете, как глаза, как будто бы полуприкрытые были, это так страшно. То есть они полностью не открывались, как будто я вообще ничего не понимала, что происходит. Вот, и еще, знаете, что у меня было, у меня были огромные синяки под глазами, такие, знаете, как будто человек вообще никогда не спал сто лет подряд. Он не знает, что такое сон, это вообще как. Не знаю, каким образом, но я собралась, ребятки, вы представляете, я это как его достала, там, очки и сумку, и как-то смогла одеться, привести себя более-менее в порядок. Я даже не красилась, ничего, об этом вообще не шло речи. Но самое смешное, я в тот момент представлять, я хотела такая, а, надо нанести парфюм, и сама же себе сказала, Даш, ты что, серьезно, сейчас ты еще парфюм будешь наносить. А я как раз, помните, 19-го числа снимала ролик о библиотеке ароматов, я такая, ну все, прям сошлось, ну все. Причем я про них ничего не имею в виду, просто фан-факт, как говорится, что я только что сняла видео именно про парфюм. Итак, ребятки, все, побыстрее буду рассказывать, как могу. Итог, да, итог, я не знаю, как я дошла, я дошла до какой-то лавочки, лавочка, которая недалеко от нашего дома располагалась, потому что, вы представляете, я иду, да, а я иду, как робот такая, шаг, 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 не так вот, как люди идут там, шаг, 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 вот так вот, да, а я такая, оп, 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 оп. И я такая, господи, я так никогда не ходила. Почему я так медленно передвигаюсь? Ну вот. Я боюсь, а вы представляете, я боялась просто упасть. Блин, это ж... Ну, состояние, конечно, жесть. И некоторые на меня так, типа, поглядывают. С ней всё окей. Что с ней вообще происходит? Добралась я до той лавочки, где обычно сидит народ. И там не было народа. Я такая, господи, как мне повезло. Это... Ну, тогда у меня мыслей таких не было. Это я вот сейчас понимаю. Тогда у меня была мысль просто, господи, я смогу приземлиться туда. Называется, мамма миа. Вот. Я сажусь туда. Я такая, так, надо всё звонить в скорую. Почему-то 0-3, я не знаю, это телефон скорый или нет. 0-3 не отвечает. У меня что-то звонок то ли сбрасывается, то ли ещё что-то. Типа вообще какие-то странные мне символы присылаются. И идёт какой-то мужчина. И я у него спрашиваю. Ну, просто мужчина идёт, да, я так говорю, какой-то. Вот. И я спрашиваю, извините, пожалуйста, вы не подскажете, а как вам можно позвонить с мобильного в скорую? И вы представляете, этот человек мне отвечает, наверное, я так думаю, 112. И знаете, и улыбается. Я такая, чувак, ты серьёзно? У него была такая улыбка на лице, господи. Я вообще не понимаю, как так люди реагируют. У меня бы сразу, я не знаю, там не паника началась, но я бы сказала, а что вам плохо, давайте я там вызову скорую или ещё что-то. А тут, знаете, улыбка на лице, и он такой, я думаю, что 112. Ещё бы, знаете, вот, ещё не хватало, чтобы он рассмеялся мне в лицо. Ладно, мне уже было не до этого. Я такая, давай звонить 112. Думаю, ну, может быть, правда, он верный мне совет дал. И действительно мне ответили. Там какая-то вот общая, наверное, общая служба по этим всем делам. И спросили, типа, что я хочу. Вот, я говорю, я не знаю, может быть, вы посоветуете или лекарство, или просто мне скорую вызвать. Я не знаю, как лучше сделать в моём случае. Я говорю, у меня как-то я себя, ну, спутанность сознания, всё вот это вот говорю. И я говорю, а может меня принять скорая без полиса? Потому что у меня, представляете, ну, не было с собой полиса. Ну, вот, я даже не знаю, где он сейчас лежит, как бы. Я понимаю, что нужно, там, разбирать документы и всё такое. Ну, у меня как раз сейчас разбор вот этих вот всех полётов. Я вот до этого как раз-таки думала, что нужно всё это сделать, да, нужно всё привести в порядок. Ну, блин, ребятки, бывают такие ситуации, когда внезапно потребуется то, что ещё не разобрано. Я думаю, вы меня поймёте. Не у всех же всё, знаете, на полочках, всё чистенько, гладенько, всё аккуратненько. И все всё знают, где что лежит. Нет, это, конечно, шикарно. Но когда ты только к этому приучаешься, когда ты только воспитываешь себя в этом плане. Вот. И я у них спрашиваю, потому что, знаете, бывает такое, что, типа, а у вас полиса, типа, нет, мы вас обслуживать не будем. Вот. И я такая специально заранее спрашиваю, нужно, не нужно. Записали все мои данные и сказали, сейчас вам перезвонит врач. Я говорю, ой, спасибо большое. Я гляжу на часы. Это, ну, всё, соответственно, положила трубку, гляжу на часы. Я такая, 0,9 минут, ну, 10 минут, 11, 12. Я такая, интересно, а точно врач перезвонит? У меня, знаете, у меня каждая минута была вот как какое-то столетие. Я такая думаю, почему так долгое время идёт? А вы представляете, я вот как-то ноги держу, у меня ноги как будто, знаете, как будто они то ли висят как-то странно, то ли чего, то ли у них тремор был, то ли... Я не понимаю, что происходит. У меня, понимаете, у меня головокружение какое-то, тело само себе, ну, как-то ходуном ходит. Блин, я сейчас вспоминаю, ну, страшно на самом деле. Выгляжу я со стороны, думаю, вообще просто, просто очень, очень странно. Врач мне звонит, я отвечаю городской, тверской номер. Вот, и это... А что у вас? Да, скажите, что у вас? Я всё перечислила. А, ну, вам можно, знаете? Не, она вроде как бы пояснила, что, в принципе, наверное, скорая может и без полиса принять. Я не помню, это она мне сказала или до этого, вот с кем я разговаривала. Ну, сказала, в принципе, да, что... Ну, когда я спросила, нужно ли беспокоить скорую, или я могу средства купить, она такая, да, вы можете средства купить от аллергии какой-нибудь, типа, начинает называть. И вот у меня вопрос только один в этом случае. Вы считаете, что человек со спутанным сознанием, с тремором, с... Ну, как сказать, что он запомнит все эти названия, или хотя бы одно из них. Это хорошо, я слышала цитрин, сопростин до этого, да? А если б я вообще не слышала? Вначале она мне вообще говорила какие-то такие названия, что даже человек здоровым мне может их не запомнить. Ну, типа, на раз-два такой не запоминается. Она такая... Купите или вот... Серьезно? То есть вы серьезно думаете, что я это все запомню? Так, ладно, я, знаете как, я зацепилась за те названия, которые помнила. Я подумала, супростин где-то у нас должен иметься, потому что мне как-то его тоже выписывали, типа, примите супростин, я вот прям запомнила. Но я не знала, есть ли у нас такой вот хороший супростин, у которого срок действия нормальный. Поэтому сконцентрировалась, ребятки, на названии цитрин. И она мне еще такая говорит, пейте больше воды, возьмите цитрин и еще влажную уборочку, типа, сделайте. Точнее, попросите кого-нибудь, чтобы сделал. Я ей начинаю объяснять, да, что я там попшикала в том-то месте, ла-ла-ла. И она такая, да, попросите кого-нибудь, чтобы там еще протерли влажной салфеткой, ну, типа, влажным чем-то. И я такая, блин, Даша, тебе эта мысль уже приходила. Что самое интересное, что самое интересное? Я не помню, мы до этого или после этого связывались, когда со Станиславом. Он действительно, знаете, что сказал? Такая, блин, Стасик, я вот прям подумала. Короче, он такой говорит, да, значит, мы не будем больше пшикать. Я такая, серьезно? То есть у меня тогда какие-то странные, да, ну, не то чтобы позывы были, а вот странная реакция на все эти прыскалки, на все парфюмы. Мы же разные тогда и дешевым парфюмом вот так вот прыскали от щербета. То есть тут, в принципе, не дело в том, что я это попрыскала тем парфюмом, в котором были какие-то вот такие вот нотки уже того, что он, ну, буду так говорить, крякнул, да. Тут, в принципе, бы любым каким-нибудь парфюмом, там, не знаю, 10-12 раз сделать, да. А я так делала не потому, что, ребятки, я, ну, думала, что так классно сделать или еще что-то. Просто Станислав, у нас же мастер, да, он всегда говорил, что нужно, да, все опрыскивать, все опрыскивать. Я подумала, что да, сделаю, как называется. Станислав учил, все опрыскиваю, все будет нам добро, как говорится. И когда он мне сказал, что, типа, не будем больше опрыскивать, я такая, серьезно, Стас? То есть вот, я не знаю, только второй или какой вот случай тебе мог сделать вот такой вот вывод, да? Я такая, блин. Конечно, ребятки, я пришла домой, и сделала сама, еле-еле эту влажную уборочку. И вы знаете, все стало лучше. И когда Стас еще, спасибо ему, купил цитрин, по-моему, по 166 рублей, вот такая вот упаковочка была, я сразу запила, я еще до этого успела покушать. Я зашла к нам во фрукт, купила, представляете, штрудель. Купила, ну, штрудель, это такая булочка с яблоком, я имею в виду, и желе с вишней. Называется, оттянулась по полной, Дашенька. Успела дома поесть, половинку того съела, половинку другого. И когда Стас уже пришел, я уже выпила цитрин. Называется, его можно и на голодный желудок, я так поняла. Типа, неважно, от приема пищи не зависит. Но я уж решила так сделать. И вы знаете, мне прям получше стало. Не прям так, знаете, по мановению волшебной палочки, но как будто что-то он постепенно, знаете, начинает человеку помогать приходить в себя. Сейчас, вот на данный момент, я даже не чувствую этого парфюма. Я не знаю, как это, влажные салфетки, что ли, помогли все это очистить. Я не знаю, я вообще не чувствую этой Каролины Эреры. Как будто там ее и не было. Так что, да, ребятки, вот такие вот новости. Единственное, я не поняла, почему тоже хи-хи-ха-ха, как-то говорил это доктор, когда мне позвонила. Она такая, ха-ха. Типа, я что-то спросила у нее, она, ха-ха. Типа, серьезно? Я там в треморе таком, ну, как бы нахожусь, пытаюсь у вас узнать, а вы так реагируете, что, типа, ну, над чем тут можно смеяться? Одно дело, я понимаю, что бывает такой вот смех, знаете, на уровне, типа, ну, нервический, или как его назвать, да? Но у нее такое чувство, что был не этот смех, а то, что она, типа, над чем-то посмеялась. Блин, это как-то называется уровень эмпатии на нуле. Кстати, насчет таких средств у меня тоже была мысль, но я думала, что это когда люди чем-то, ну, именно из еды отравились, да, и хотят таки, ну, быстренько как-то это все нейтрализовать. Но тут, видите, показания к применению достаточно разные. И аллергический ренит, и аллергический конъюнктивит, и поленос, и крапивница, и зудящие аллергические дерматозы, и отек квинки. Кстати, у меня отек квинки как-то был, по-моему, даже не один раз, а как минимум два раза. Тоже, знаете, веселая вещь, в кавычках. Короче, да, я очень рада. Сейчас у меня остались круги под глазами, но, по крайней мере, я, видите, говорить могу намного лучше. Я передвигаюсь хорошо, я чувствую свои ноги, руки. Я не чувствую этого запаха, который до этого меня просто беспокоил каждую секунду. Единственное, я не могу понять, почему у меня какой-то сухой кашель. Но это, наверное, связано с тем, что Стас чем-то сейчас болеет, и я, скорее всего, как-то переняла вот это вот. Как я вам говорила, это вот, не знаю, мы даже не знаем, как это называется. Может быть, вот эта вот штука прогрессирует, но я не знаю от нее, что надо выпить. Стас, конечно, пришел, когда он был не в восторге от того, что я купила этот штрудель и этот желе. Я говорю, Стас, ну, один раз в жизни я хотела купить что-нибудь такое, что мы обычно не кушаем, но я очень люблю. Сейчас скажу, ребятки, сколько это все стоило. Я же денежки откладывала, купила вот из них. Я такая, блин, я потратила деньги на еду, е-пара-соте. Вообще, совершенно в другое место хотела потратить. Ну, ладно. 75 стоило желе. Оно очень вкусное, кстати, оказалось. Ну, слаще, чем я думала, но все равно вкусное. Я говорю, там натуральный краситель, там вишня натуральная. Что ты там начинаешь? И, по-моему, штрудель 45. Раньше эта штука стоила 23 рубля. Короче, сколько это все вместе вышло-то? 45 и 75, да? По-моему, что-то мне насчитали 121, вот как-то так. Вот так вот цитрин выглядит, ребятки. Хорошо он, кстати, это он не большой, не маленький. Вот вы видите, какие таблеточки. Я думала, он будет супер горьким, но нет, он нормальный. Он чуть-чуть горчит, но этого практически незаметно. Так, и покажу, что тут внутри, если успею, называется. Так что вот такая вот, ребятки, история. Ко всему нужно быть очень и очень аккуратными во всем. Больше развиваться в том смысле, читать статей, различных исследований. Понимать, что к чему, что можно, что нельзя. Даже, казалось бы, какие-то обычные вещи могут быть опасными для людей вообще. Ну или потенциально опасными, скажем так. Не зря ведь говорят, меньше пользуйтесь косметикой и парфюмами. Ну, где-то я такое, короче, слышала. Но, с другой стороны, когда не знаешь, что именно, да, некоторые могут это воспринять как типа, ой, да ладно, откуда вам известно, типа, можно пользоваться, нельзя пользоваться. Я к тому, что в основном люди привыкли отмахиваться от той или иной информации, потому что они, ну, любят в том смысле говорить, что типа, ой, откуда вы знаете? А, я хотела еще дорассказать, когда спросила у доктора, типа, и все, мне станет лучше, точно мне не нужна скорая, и все такое. Она говорит, да точно, точно, типа, чего вы там это? Вам же сейчас типа полегчает, чего вы там, типа, придуриваетесь? Знаете, она так, конечно, не сказала, но по ее тону было видно, что типа, да все нормально, чего вы, вы не первая, и не вы последняя. Знаете, но спала я сегодня очень странно, и странные сны, и я просыпалась, и нам надо было вставать, я даже не помню, в восемь, что ли, со Стасом. Я проснулась, посмотрела на часы, типа, а чего мы не встаем? Потом посмотрела там пять, пять утра. Я такая, да, вот это, конечно, сильно. Ну что, ребята, это вся моя история. Спасибо большое, что были со мной. Будьте аккуратны. Вот, если что, действительно, вызывайте или врача, или скорую, или кому-нибудь звоните, кто в этом всем, ну, разбирается. Не стесняйтесь спросить о помощи. Вот, хотя мне было немножечко потом неудобно, все-таки я даже сказала в этом ролике, но все равно я думаю, что попросить помощи, это, ну, наоборот, лучше ее попросить, чем не попросить. Я надеюсь, все это закончится хорошо. Ну вот, если что, я буду держать вас в курсе. Спасибо большое, что выслушали. Такое длинное видео, что вы побыли со мной до конца. Всем спасибо, всем пока-пока. Тут кое-что, кое-кто пришел мамочку поддержать, да? Скажи, я всегда рядом, мамит. Я всегда рядом, и Щербик тоже. Спасибо вам, самые сладкие существа. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok